МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте. Депутат городского совета, эксперт нашей программы. Человек, который постоянно присутствует у нас, помогает в решении многих проблем. Давайте посмотрим первые материалы, начнем обсуждение. Подготовка к зиме дома обслуживаемого управляющей компании «Московка». Новый дом, новый блок. Однако работы проходят в штатном режиме. Стоят автоматы, тут нет сопол, не надо ничего менять, что они сами настраиваются от температуры окружающего воздуха. Стоит датчик на доме, срабатывает уличная температура, и он сам настраивается. То есть, а что здесь меняли при подготовке к зиме? При подготовке к зиме, замена затвором, которые не прошли от рисовки. То есть, все это все равно приходится менять? Да, да. Даже на новых домах? Сравнительно на новых. Просто знаете, как иногда жители новых домов говорят, ну а что там готовить, что там менять, зачем? Это кажется так. Тут все обычно. Одних фильтров разобрать. То есть, качество воды все равно стабильчил от лучшего. Но все-таки при подготовке к зимнему отопительному сезону приходится решать массу проблем. По участку у нас четыре участка в нашей организации. По участку Новомосковка в этом году объем работы при подготовке к зиме увеличился, потому что теплоисточник ООМС техуглерод в этом году производит, выстраивает новые гидравлические режимы, собираются улучшить нам наши параметры на узлах. И поэтому абсолютно на всех домах нам приходится выставлять не только новые сопла, но и устанавливаем дополнительные шайбы на тепловых узлах. Ну, это значительный объем работ, кроме того, что было в прошлых годах. Плюс по этому участку абсолютно на всех домах производим гидропневматическую промывку всех жилых домов. Вскрываем необходимое для чистки оборудования. Это фильтры, это грязевики в их присутствии. Производим, как и все, производим опрессовку тепловых узлов и систему отопления горячего водоснабжения. Ну, остальное это все как обычно, в обычном режиме. Вот такой вопрос всегда была игра вот с этими соплами. То есть, когда дом запускается, например, сейчас, ну, перед тем, как запускается, вот сейчас сдается зиме, да, сопла одних диаметров устанавливает, это тепловая компания. А у вас техуглерод получается? Да. Да. У нас наладку режимов ведет ОМС техуглерод. Техуглерод. Когда начинается отопительный сезон, в некоторых домах, ну, не в новых может, а в некоторых домах угловой квартиры может быть из-за того, что там сопла меньших размеров. Получается, надо будет увеличивать. Вот часто происходит такое. И на ваш взгляд, можно ли как-то упростить процедуру? Вопрос, конечно, очень интересный. Вот этот вопрос, который вы задали, он очень, как сказать, больной для нас именно по жилым домам от теплоисточников ТЭЦ, ТГК-11, ой, сейчас они не ТГК-11, Омск РТС. Потому что каждое лето, несмотря на то, что прошлый отопительный сезон мы заканчиваем с одним диаметром сопла, летом выставляются расчетные сопла. А потом они уже осенью, а иногда это бывает в ноябре-декабре, корректируются, но не сразу. И при этом, конечно, получается период, на котором жилые дома снабжаются теплом с заниженными параметрами. Такой вопрос очень есть. Неоднократно на заседаниях штаба по подготовке к зиме и мы поднимали эти вопросы. Но Омск РТС, в общем-то, твердо стоит на позициях и каждое лето мы постоянно выставляем новые именно расчетные сопла. Корректировка сопел делается только позднее. А Омск Техуглерод, в принципе, у нас каждый год... Тома, который обслужен с Техуглеродом, отапливается с их системы. С их системы у нас сопла были выставлены, отрегулированы и, в принципе, мы их не меняли. То есть, как выстроен был гидравлический режим, и с этим гидравлическим режимом мы работали. Что намного удобнее. Ну, конечно, удобнее мы уже... И по затратам, и по системе работы, и по отоплению, главное, для жителей. Да, потому что мы уже... Проще, меньше работы, и... Ну, проще это, и для жильцов спокойно. Андрей Валерьевич, ну, в целом, у вас сколько уже дамов подготовлено к зиме? Ну, на сегодняшний момент в компании уже подготовлено практически 85%. Это, как бы, называемый предъявленный первый этап. И процентов 30 уже получен акт готовности тепловых узлов. То, что вот сейчас вот навалилась немножко проблема у нас, это... Наверное, ежегодная бывает проблема. Это замена сопел, установка шайб. Потому что энергетики, теплооснабжающие организации каждый год, в принципе, конечно, они стараются вывести на нормальный норматив гидравлику. Потому что тепловая сеть, это, наверное, как... Можно сравнить с кровеносными сосудами. Если где-то забилось, другие сосуды попадают меньше. Вот они стараются научным методом выставить нам диаметры шайб, сопел. Конечно, это колоссальная работа. А уже по факту сентябрь-октябрь, смотря как, когда начнется отопительный сезон, уже принимаются те диаметры, которые фактически от температуры, от того, что сеть выстроилась, как на этот год. Потому что каждый год есть изменения. Где-то поменяли трубопровод, где-то дома добавились. Вот это надо понимать. Потому что вроде как она бестолковая работа, но в то же время есть научное какое-то обоснование. Тепловики все-таки справедливо спрашивают. Уже второй вариант. Это одно то, что мы сделали. Вторая часть то, что наши собственники все-таки... Никто не смотрит на технический регламент. Меняют батареи. Это опять-таки количество теплоносителей на доме меняется. Где-то есть приборы учета, где-то нет перепадок. Где-то системы забиты. Есть предписания. Мы с собственниками не успеваем это выполнять. По замене внутридомовой системы. Все это сказывается, конечно. И вот эта рутинная работа, она каждый год сказывается. И на подготовке текущего ремонта. Потому что все равно это финансовые средства. Ну и на время, и на загрузку нашей работы. Андрей Валерьевич, я как понимаю, мы сразу перешли к этому вопросу, который я и хотел задать. Про эти самые сопла. То есть при подготовке к зиме ставится так называемое расчетное сопло. Каждый дом имеет определенные ограничения по потоку теплоносителей. То есть именно сопло это задвижка такая, которая регулирует подачу к тепловому. Блоку. Это не задвижка, это как вам сказать. Есть японский момент. Монета иена с дырочкой. Да, да. Они что шайбы, это сопло. Вот. У нас всегда рядом, я вот когда я сам спускался и сам допрашивал старшего слесаря. Как старший по дому, спускался, допрашивал. Я говорю, вот, а почему прошлогоднее сопло лежит рядом? Почему не его ставим? А потому что расчетное, вот оно меньше, то-то, то-то. И тепловики не принимают дом, если не поставить расчетное сопло старое меньше. А вот если уже будут, не принимают дом в зиме. А если уже будут жители, особенно угловых квартир, угловые стояки мерзнуть, тогда мы добавляем, сопло эти увеличивается. И тогда уже приходит дом в норматив. Я спросил, а почему нельзя сразу так сделать? Ну, он, в принципе, сказал, что в принципе-то можно, но он слесарь. Но нельзя. Я вот еще раз повторю, есть технический регламент, потому что каждая котельная, она производит гидравлический тепловой расчет сети от тех диаметров, которые есть, от того давления, которое оно выходит. Потому что, как бы, и головные диаметры где-то меняются, где-то дома добавляются, теплоноситель все-таки его становится или больше, или меньше. И вот это все корректируется. Корректировки эти происходят даже, я вам скажу, и в течение всего года. Ну, вернее, отопительного периода. Потому что, если есть еще такой момент, как перегрев, это тоже говорит о том, что надо уменьшить этот диаметр поступающего теплоносителя, вернее, через шайбу или через сопло. Эти вещи, как бы, регулируются. По идее, есть два подхода. То, что первоначально идет момент на экономию теплоосновляющей организации, они выставляют расчетный момент, и потом уже от обратного начинают от жалоб корректировать. По идее, конечно, для людей было бы интереснее оставить то, что было отрегулировано. Если пошли перегревы, тогда уже вот эти отдельные дома менять. Ну, по факту, есть вот эти два технических регламента. Я их тоже прекрасно понимаю, они настроены на экономию. Потому что это, в конечном итоге, на тариф должно идти. Такая ступень, уходящая, ну, не в Москву, наверное, в министерство, вот эти какие-то образовательные, энергетические комплексы. Ну, в общем, я так понимаю, это экономия за счет, в определенной степени, за счет жителей. Так я понимаю, за счет их здоровья. Не за счет финансового, а за счет их здоровья. Понимаете, здесь, если бы он регламентный момент по удаче теплоресурса бы работал, если бы и системы были стопроцентные, как расчетные. Ну. Да. Чистая система на доме. Сейчас они заставляют нас, гидроперематическая промывка, вот последние три года усилена. Грязь выходит, но это износ самих труб на домах увеличивается. Очень серьезно. Тоже такие моменты. Приводят к каким-то вещам, смотрят. Тяжело с подвала одного дома разговаривать о всей системе от целой котельной, на которой там порядка, та же ТЭЦ-2, практически полгорода на ней висит. Представляете, как надо рассчитать все так, чтобы на каждом доме все хватило. Потому что, чтобы не закольцевался один дом, на этот хватило, на этот. Система тяжелая. Тем более, у нас точная застройка, новые дома обводят, практически строят во дворе старых. Да. Мощность одна рассчитана. И пошла вот эта... А, кстати, не согласовывают тепловики, когда строят планы по строительству домов? Моменты всякие есть. Бывает, согласовывают. Я не знаю, это система. Они согласовывают только по оплате? Нет, нет. У нас, допустим, момент такой был. Строились два дома на концевых лучах. Это на Московке Гашка-17, Гашка-19. И я знаю, что строитель компенсировал затраты на переоборудование теплонасосной станции, которая находится на 6-й станционной. Там порядка где-то миллиона рублей. Это было вложено в замену оборудования, чтобы поднять давление на хвостах. Поэтому, кажется, работы вроде мало, но она идет. Любой дом, посаженный на сетях, он требует всей корректировки всей сети. Потому что все надо отрегулировать. А регулируется вот, даже если, как сказать вам, если труба подходит, допустим, диаметр 80, то на дом сопло может стоять всего порядка где-то сантиметра. А то и 0,8 миллиметра, которая добавляет в теплоноситель. Андрей Валерьевич, у вас две, вот ваш жилой массив снабжает базово две котельных, да? Да нет, нас сейчас больше снабжают техуглерод, тепловая компания, ТЭЦ-2, еще и сейчас еще. Нет, ну вот по большому счету. Основные. Да, РТС и техуглерод, да? Тепловая компания. Почему техуглерод при проведении подготовки к зиме не требует изменения сопла? Он не требует, потому что у нас там дома на другой системе подачи с узлами, и там сопла у нас стоят. А здесь мы шайбами вынуждены регулировать, потому что старая система подачи. То есть это не то, что прихоть там РТС они заставляют? Нет, это технологически. Технологически, да? То есть небольшие тонкости имеются. Там все узлы у нас с болерами совсем, а здесь система подачи идет открытый водоразбор. Там в основном закрытый, здесь открытый. Я просто смотрел статистику, у вас жалоб по теплу, вот именно в этот осенний период, больше на РТС, чем на этот самый... Техуглерод. Техуглерод, да. Ну, во-первых, у техуглерода сети намного короче, там им проще. Здесь-то от ТЭЦ-2, вот представляете, как далеко заходит. Это проспект Карла Маркса, улица Серова, а ТЭЦ-2 у нас стоит аж по десятилетию. По десятилетию, да. Они переключаются потом, на ТЭЦ-5 есть моменты, когда, но сети все равно нагрузку несут. Здесь лучи концевые, дома старые не хватает, особенно серовские дома. Есть проблематично, когда старые управляющие, не управляющие, наверное, по ЖРЭУ еще в холодные периоды, особенно первые, вторые этажи, угловые квартиры, кольцевали просто на трубопровод. Работает одна квартира, а весь стояк мерзнет. Ну, тогда все было общее. Эти проблемы тоже оставались. Тогда перетопы никто не смотрел. Никто. Открыли форточку, а сейчас люди постепенно читают, читают, и видите, с этими же приборами учетами постепенно, постепенно все-таки, я думаю, на всех домах они появятся, никуда они не денутся. То есть, всем придется это делать? С повышением тарифа, мне кажется, даже те же двухэтажки, которые до 0,2 гикокалорий, где сейчас даже, в принципе, не рассматриваются новых приборов учета, я думаю, в конце концов, будет выгодно и там ставить. Выгодно? Выгодно по экономии или выгодно по... Ну, если дома постепенно утеплят двухэтажные, то выгодно будет ставить на прибор учета. Потому что теплоноситель все равно дорожает. При всей системе, которая в городе проведена, переводка всех котельных на газ, это тепловая компания, они смогли только стабилизировать, чтобы не выше какой-то инфляции выросла оплата жителей по теплу. То есть, все равно ограничено? Все равно растет потихонечку. У нас прозвучала, ну, это немножко отрешенная тематика, но тем не менее, у нас прозвучала информация, что в Москве арестованы даже руководители этой по установке тарифов, структуры нашей. РЭКО. Вы как депутаты вообще анализировали тарифы на тепло у нас и в других регионах соседних? Примерно хотя бы. Ну, вот Новосибирск, Тюмень. Нет, я вот в это, честно сказать, не вдавался сильно, потому что сравнивать две системы затратной части, оно не получается. Тут для нас слишком мало информации, чтобы ей оперировать. Во-первых, мы потенциально в завышенном тарифе, потому что по той же электроэнергии мы уже на 40% дороже, чем Новосибирск. У нас сразу затраты с вами выше, потому что основной поставщик идет, энергосбы Томский он покупает на том основном рынке. И у нас за счет наших отдаленных территорий, потому что тариф по теплу, по электроснабжению на территории области одинаковый, вот из-за этого разница большая идет. В Новосибирске он, по-моему, копеек на 50 на 60, у них просто свет дешевле. ГЭС? Да. А у нас уголь? У нас и уголь, и мы уже, получается, второй покупатель. У них там дешевле получается. Может, и травы эти поставить? Если южные регионы брать, у них вообще там практически, есть регионы, где по рублю киловатт стоит. А энергетика, она все равно составляющая основная тоже идет. И затраты, и доставка того же угля. В Новосибирске, если брать, там у них Кузбасс под носом, 500 километров, а до нас полторы тысячи. Так что вот тяжелые вот эти моменты еще, как мы видим, есть прослойки, получается, что кроме физического отставания еще мошенники. Да, да. Но у нас, получается, все-таки тариф один из самых высоких, потому что у нас здесь уголь. У нас на угле-то осталось в основном ТЭЦ-2, потому что как бы стратегически... А ТЭЦ-5? Она, по-моему, частично уже на газ переведена, там какие-то части есть. Видите, одна из, как бы, таких, еще в советское время была расчетная нагрузка, что... Есть послоица, наверное, русская, все яйца в одну корзину складывать нельзя. Не дай бог что-то произойдет, там взрыв газа или еще что-то оставить. Сибирский регион без тепла, это катастрофа. А уголь, это стратегический запас, там запас на ТЭЦ-2 на полтора года лежит, стратегический, который можно использовать. Ну, он подводится, если такой... Газовых у нас нет складов. А газ его никуда не сложишь, потому что в трубе... Ну, на Украине-то и для перекачки были созданы гигантские. Это специальные такие перекачивающие хранилища есть. Это огромные деньги. Подземные. Но там, скорее всего, какие-то естественные пустоты. Да, да, да. У нас здесь таких карстовых пещер нет. И вот, насколько я знаю, то, что практика была, основная трасса, которая идет через Омскую область, там давление практически под 60 атмосфер газ идет. И если вот ее в одно мгновение остановить, то газа хватит буквально на двое суток. И все. Вот она как баллон за счет этого давления, то, что отработает. Вот с этим, в одной из сторон, опасно. Потому что все новые объекты, которые вводятся с газом, они имеют дополнительную... Особенность. Либо электрическую, да. На котельной всегда должен быть резервный источник еще топлива. Ясно. Ну, у нас, получается, здесь никакую гидроэлектростанцию не построишь. Хотя Эртыш сейчас в этом году до того полноводный. У вас же тоже все, большинство подвалов затоплено, да? Ну, скажу так, что буквально вода сошла вот недели две. Были дома, в которых постоянно грунтовая вода поднимается. Вот недели две как немножко отошла. По суше стало. А так проблем было много. Люди не верят, что грунтовая вода, говорят, это канализация. А по факту... Ну, у нас то же самое. Все люди... 40% подвалов был подпоплен. Вот в доме, где у мамы все тоже говорили, что это канализация. Я сам спустился, сам посмотрел. Вначале мокрое место, потом небольшое озерцо, а потом уже все затоплено. То есть вода идет в разных местах поднимается. Видите, а дальше будет еще хуже, потому что это уже вторая линия идет. У нас все-таки идет обводнение территории. Об этом и МЧС уже сообщала. Нашу Омск. Потому что система ливневой канализации в городе Омске практически отсутствует. Основная. Это в 80-х, как проекты осушения вот этих земель остановились. Так ничего и не делается. И поэтому новое жилье строится. Порядком бывает, ливневки вокруг дома сделают по проекту, а врезать ее некуда. Вопрос в горсовете поднимаем. Ну, это такая же проблема, как и дороги. Понимаем, что не будет ливневки, не будет дорог. И решить их сразу две. У нас же и канализация сбрасывается в РТШ. У нас нет коллекторов вдоль РТШ, правильно? Нет, ливневые коллекторы есть, которые выходят на левый берег. Они идут. Просто все невозможно снять. Она с замотеком где-то бежит, где-то... Есть такие моменты. Ясно. Ну, тут уже мы немножко другую сторону отдали. Тем не менее, подготовка к зиме у вас идет планово. Да, мы одну из лидирующих мест на районном округе сейчас занимаем. В прошлом году помогали отстающим компаниям по подключению. Чуть ли не теплотрассы прокладывали. Один дом подключали. Ну, это же не ваша прерогатива от теплотрассы подключения. А там, получается, групповый узел стоит на штатной станционной. Вот мы 50 или 60 метров по земле прокладывали трубопровод, утепляли. Ясно. Ну, к сожалению, время нашей программы ограничено. Я хочу поблагодарить Андрея Валерьевича Никитина, депутата городского совета, эксперты нашей программы за то, что приняли участие, объяснили нам. Многие очень, как бы, ну, скажем так, не то чтобы нападают, но критикуют Томск, РТС за вот эти сопла. Оказывается, это, в общем-то, от этого уйти сложно. Голословно их нельзя критиковать, потому что у них есть свои нормативы. Конечно, можно повернуть, но тогда, если мы этот расход, то у нас тариф еще с вами еще больше. Так они успевают на этот период осенний, когда подготовятся, успеть где-то откорректировать более корректно. Хочется, конечно, на них поругаться, потому что лишняя работа. Но, с другой стороны, надо тоже ко всему относиться с пониманием. Ну, я надеюсь, что с каждым годом все-таки у нас климат меняется. Теплее становится. Будем скоро, как в Астрахани наем. Воды много, климат теплый. Поэтому, может быть, меньше повреждений. И ГЭС построен. Ну, ГЭС мы не построим, иначе город Омску тонет. Так вот, интересно, а почему Новосибирск не утонул? Ну, там же возвышенности, я так понимаю. Есть небольшая, да? Ну, мы тоже отсыпать должны. У нас вот сколько плотину там? Три метра подтопления какое идет. Да. Ясно. Спасибо большое, Андрей Валерьевич, за участие в нашей программе. Ну, а на этом программа «Управдом» закончена. Всего доброго и до встречи. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова